Приветствую вас, друзья! С вами Виталий. Короткий видеоролик на большую тему или большой видеоролик на короткую тему. Сами выбирайте, что интересно. Смотрите, я маленько отошел от темы адаптации к североамериканскому менталитету. Сейчас мы вернемся к этой теме по поводу того, что люди проживают в Северной Америке и 30 лет, и 40 лет. И до сих пор, как говорится, ходят на праздники, говорят о том, что Америка во всем виновата, ходят с флагами, транспарантами СССР. Это откуда происходит? Это происходит из коллективного сознания. То есть вы должны адаптировать свое коллективное сознание к индивидуальному сознанию, что практически очень сложно. И я вам покажу сейчас один маленький нюанс. Смотрите, то есть коллективное сознание образуется откуда мы с вами говорили? От той самой пирамиды, да? Сейчас я рисую, если не буду пирамиду. Ну, в целом, вы помните, были видеоролики про Атланта. Вот менталитет Атланта, это такой Атлант, ментальность такая коллективного сознания, да? Когда мы все крепко держим на себе что-то такое большое и великое. И вот это коллективное сознание. Когда нам надо адаптировать это коллективное сознание к индивидуальному сознанию. Но у нас индивидуальное сознание как бы находится на задворке, где-то там далеко. Коллективное сознание на кухне находится. И коллективное сознание, и мы там общаемся в этом коллективе на кухне, да? И как-то маленько проблески там душевной беседы индивидуальности происходят. Ну, самое максимум. Все. На этом все заканчивается. Наш переход такой из коллективного сознания к индивидуальному. Часто говорят о личном сознании, о личном самосознании. Такая есть тема. То есть, ваша дееспособность связывается с личным самосознанием. И ваша ответственность, ваши характеристики личности основываются на личном самосознании. И тема такая есть о сознании. Вы знаете, все время говорят, ты осознал свою вину, ты осознал свою вину, ты осознал свои действия и так далее. Это происходит потому, что отсутствует связь с индивидуальным самосознанием, а присутствует только личное. Поэтому личность пытается отделиться от коллективного сознания через эти процессы осознания своей вины, осознания своей ответственности, осознания своей роли в обществе, осознания своей роли в семье, ты мужчина, ты женщина и так далее. Такая пирамида, как говорится, иерархии. И смотрите, как нам адаптировать, достаточно длительный процесс, если вы смотрите, есть такой. У нас коллективное сознание доведено до абсурда. То есть у нас, можно сказать, трудовое сознание. То есть наш трудовой производственный календарь, мы знаем, как он существует там. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Тут нужно написать воскресенье. Вот это наша неделя. Помните такую неделю, да? И даже школьные дневники там все у нас вот так пронумерованы, прописаны, расчерчены. Неделя начинается с понедельника, как трудовая неделя. Это производственный календарь. Понедельник, вторник, среда и суббота, воскресенье. Правильно? Наша неделя начинается с понедельника, и он у нас тяжелый понедельник, да? Мы всем коллективом преодолеваем какой-то аврал коллективного сознания. То есть, чтобы попасть в коллективное сознание из какого-то личного осознания себя, личного отдыха, надо опять вернуться в коллективное сознание. И получается, этот тяжелый понедельник для всех. Все вновь собирается в такой коллектив, и происходит такая тяжесть. Понедельник, день тяжелый, да? Смотрите. Ну, это увидели, поняли смысл, да? Смотрите, когда вы попадаете в западную менталитет, североамериканский менталитет, англо-саксонский и так далее, концепция будет другая. Смотрите, у вас неделя начинается с воскресенья. Понимаете? То есть, это принципиальная разница. Смотрите, в чем разница. Воскресенье, потом придет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И заканчивается неделя. Суббота. Суббота, день. Отдай Всевышнему, отдай Богу, субботу. Правильно, так говорят? Отдай, отдохни. Отдохни вот здесь. И смотрите, в чем вопрос интересный. То есть, эта неделя отличается от трудовой недели, да? Совершенно отличается. Он начинается вот, субботний день. Видите, субботний день. Почему субботний день? Вот здесь находится ваша индивидуальность. Вот. То есть, здесь единственный, единственный день отдыха. Единственный день отдыха. И этот день отдается кому? Всевышнему, Богу. То есть, ваша индивидуальность в этот день находится в отношении с Богом, скажем так. Понимаете? То есть, со Всевышним, с Творцом, который создал эту индивидуальность. Лавляйте момент. Лавляйте. То есть, у вас здесь нет такого даже дня. Нет. Тут личность находится у вас вот здесь. Личность находится у вас вот в эти дни. Индивидуальности вообще момента нет никого. Вот здесь ситуация другая. Воскресенье находится в первый день недели. То есть, ваша индивидуальность, вот здесь она полностью уже выгорает, соединяясь с Творцом. Понимаешь? Вот это выгорание, то есть, которое здесь находится в личностном росте, когда вы говорите, при индивидуальности, когда она выгорает, ну, выгорает индивидуальность, она выгорает на самом деле. Антидепрессанты в Северной Америке, это просто расхожий препарат, да? Она выгорает, индивидуальность, когда соединяется с Творцом, соответственно, прикосновение к свету, к энергии и так далее, все, индивидуальность сгорела. И она должна воскреснуть. Вот она, что называется, воскресенье. Такая у нас тема немножко эзотерическая, метафизическая, с уклоном таким, да? Смотрите, ваша индивидуальность находится в отношении с Всевышним вот в этот момент. Соответственно, конечно, она исчезает, выгорает. Человек выгорает ему, и вот он воскрес здесь, правильно? И вот начинается неделя, это вот он начинается, пошла пять недель. Ну, и уловили момент, смотрите, что происходит? Как мы говорим, я вам в предыдущем видеоролике, там никто его не смотрит, про менталитет Бога. Вы такие, ну, нафиг, никто это смотреть не будет. Ну, не будете, потому что вы современные, энергичные люди. То есть, в каком-то видеоролике я рассказывал о том, этапы развития общества, как существуют, да? Сейчас вы находитесь в обществе энергичных, современных людей. Вы уже не цивилизованные люди, вы уже не культурные люди, и вы уже не разумные люди. Вы перешли следующий этап такой деградации, скажем так. Смотрите, вот такой завет есть, да? Называется, завет как? Не желая жены ближнего своего. Вот ваша ближняя. Вот единица. Вот здесь вы единственный, здесь вы неповторимый. И в этот момент, вот в этот суббор отдыха, ваша индивидуальность отдается Всевышнему Творцу. Уловили момент, вот она жена. То есть, вы, ваша индивидуальность, становится женой Творца, и вы не можете ее возжелать. Вы ее не хотите возжелать, она должна быть здесь. Все. И вы тогда воскрешаете уже, как Творец. Понимаете? Улавливать момент. Вот поэтому, друзья, для того, чтобы вам адаптировать ваше коллективное сознание, перейти в индивидуальное сознание, очень просто можно сделать. Просто двигайтесь по вот этому календарю. Календарю, когда у вас воскресенье, первый день. Вы трудовой лагерс, вы уберите трудовые эти будни, которые производственные календарь, когда люди в тяжелые времена работали за трудодни. И вот эти все это, как бы, переход такой достаточно сложный. То есть, не дают выйти сюда. Понимаете? Не дают. Ведь забор-то, вот он, организовали забор. То есть, ваша личность сама находится в такой ситуации. Создала эту самую структуру. Для того, чтобы индивидуальность находилась там глубоко заторканная, заторканная. И такая концепция существует, да, что вот западный мир, он ориентирован на индивидуальность, индивидуальное развитие. А восточный мир, там, азиатский мир, ориентирован на личностный рост, на пирамиду личности, там, на коллективное сознание и так далее. Ну, здесь момент такой, не совсем простой, да. Поэтому, друзья, сегодня мы с вами поговорили о том, что коллективное сознание, индивидуальное сознание, вы можете отсюда сюда перейти, если будете соблюдать субботу. Соблюдайте субботу, да. Дайте вашей индивидуальности пообщаться с Творцом. Так дайте. Она выгорит, да, она выгорит. У вас будет, может быть, тяжелая какая-то неделя, там, или как-то депрессивное состояние, говорят, да. Но, тем не менее, вы воскреснете. Воскрешение происходит. Вот такой сегодня у нас был, как бы, может быть, даже пасхальный, да, то есть праздник католический прошел, пасхальный, сейчас будет православный праздник пасхальный, то есть череда таких праздничных мероприятий, дней. И мне бы вот эту тему хотелось бы к этому приурочить, да, вот это, чтобы мы вспоминали, я опять оставляю 10 заповедей в бегущей там строке, да. Вспоминали, что это практические законы. Они практически вам помогать будут в жизни. Это не религиозные какие-то догмы, как вы говорите, да. Это не религии не относятся. Это относится непосредственно к вашему сознанию. Как оно формируется, как вы воспринимаете окружающий мир. То есть если вы говорите, там, я прожил, там, человек говорит, я прожил в Нью-Йорке, там, 8 лет, там, 20 лет прожил и так далее. И все равно он находится в коллективном сознании. По его речи, по его виду, видно, что он находится в коллективном сознании. И говорит, вот, я снял розовые очки, и тут все такое, не такое. Потому что он находится, все еще с понедельника начинает свой рабочий день, рабочую неделю и так далее. И до сих пор отдыхает в субботу-воскресенье. Воскресенье для него, для его личности, это праздничный день, да, личность отдыхает в личность. Поэтому, друзья, спасибо за внимание. С вами был Виталий.